Доброе утро! Наша программа продолжается. Вы знаете, в Екатеринбурге огромное количество музеев. И если у вас есть какой-то один любимый, значит, самое время пришло принять участие в конкурсе, который организует Министерство культуры Светловской области и Центр инновационных музейных технологий Светловского областного кривейческого музея. Все подробности конкурса для музея МАНов мы прямо сейчас узнаем у руководителя проекта «Звуки МУ» Александры Лопаты. Александра, доброе утро! Здравствуйте! Ну, давайте тогда разбираться, что же такое «Звуки МУ». «Звуки МУ» — это «Звуки музеев». К областной ночи музеев мы придумали такой интересный и необычный проект, предлагающий жителям Светловской области озвучить 111 муниципальных и государственных музеев. Ведь у музеев есть фотографии, чтобы они представляли себя в интернете, есть текст, а звуков нет. Хотя «Звуки» — это, мне кажется, очень интересно и современно. Вот сейчас, я думаю, немногие понимают вообще, о чем идет речь. Я видела подобный или этот, может быть, один и тот же проект, где-то в европейский какой-то музей. То есть на сайте собирают вот эти самые звуки музеев от посетителей этих самых музеев. И, в общем-то, там можно услышать, как звучит, ну, не знаю, какой-нибудь там музей поездов, какой-нибудь там музей картин, там Лувр какой-нибудь. То есть прямо нажимаешь на кнопочку, кликаешь, и тебе в наушнике идет этот звук. Система вот нашего конкурса вот этого ровно такая же? Нет, другая. Я поняла, о чем вы говорите. Есть Международный день музеев. И вот как раз в Германии был придуман такой проект, предлагающий более музейным специалистам, нежели чем посетителям, записать звук внутри музея. Будь то аплодисменты или хождение. Ну, возможно, да, и там звук поезда, если это музей поездов. И разместить эти звуки на интерактивной музейной карте. И мы об этой идее узнали, она нас вдохновила. Мы решили нарастить, расширить ее и предложить жителям именно озвучить музей. Как? То есть прям приди, раздать сказку? Главное дело, это очень такой творческий процесс. Нужно вникнуть в суть музея, понять, в чем его изюминка, в чем его отличие от других музеев. И создать звуковой образ. Будь то, например, композиция музыкальная, если это композитор. Или, например, взять из какой-то звуковой библиотеки ряд звуков и сделать из них такой микс. И нам пришли очень много интересных интерпретаций. Причем один и тот же музей интерпретируют совсем по-разному. Если, например, музей мотоциклов, кто-то берет просто звук мотоцикла и присылает звук мотоцикла. Ну, звук мотоцикла, я так понимаю, в Ирбите происходит, да? Да, в Ирбите. Как раз в Государственном музее мотоциклов города Ирбита. И у нас есть как раз вот видео. Да, давайте его посмотрим прямо сейчас. Очень здорово, Александр, придумано Свердбитский музей. Какие есть еще интересные работы? На самом деле, работ очень много интересных. Но удивительно, более всего озвучили музей радио. Он просто у нас рекордсмен. Больше всего записей пришло именно на музей радио. Музей радио – это филиал Свердловского областного краеведческого музея. Давайте и его звук послушаем прямо сейчас. Музей радио – это филиал Свердловского областного краеведческого музея. Это филиал Свердловского областного краеведческого музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Конечно. Много записей прислали также на музей-завод «История развития техники черной металлургии». Это музей в составе Нижнедокийского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Настоящий завод, можно там побродить часами. Я правильно понимаю, Александр? Сейчас мы услышим звуки завода или звуки музея. Это музей-завод. Хорошо. Дорогие друзья, я предлагаю послушать музей-завод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда дети так живо отзываются на этот конкурс, я, честно, удивлена, потому что в моей голове как-то не стыкуется, как сделать звук музею, по которому вроде должны ходить и глазами все воспринимать. А до какого числа у вас проходит первый этап и можно ли еще успеть прислать какие-то свои работы? Да, первый этап прошел 16 мая, это Ночь музеев. И участники получили бонусом билеты на Ночь музеев, и их аудио разместили как раз-таки на немецкой карте Дня музеев. Конкурс продлен до 16 июня, то есть есть еще целых две недели. Все аудиозаписи появятся на виртуальном атласе музеев Свердловской области. То есть все их можно будет послушать и прогуляться по виртуальным турам. Думаю, достойный приз. Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим Александру за столь интересный проект «Звуки Му». Это значит «Звуки музеев». Ну а наша программа продолжится буквально через пару минут рекламы. Мы здесь, в этой студии, научимся создавать кукол своими руками.